Здарова! С вами Настольный Сюр, и сегодня мы с вами отправимся на заснеженные улицы Лондона будущего вместе с настольной игрой Day. Разделяй и властвуй! Day – это соревновательная, я бы сказал, двухуровневая евроигра с рядом интересных механик. По сюжету, почти 50 лет назад группа хакеров пыталась противостоять злой корпорации. Но что-то пошло не так, и они взломали инопланетный корабль и включили систему терраформирования, в результате чего вся планета погрузилась в бесконечную зиму. Прошло 50 лет, и вот мы здесь. Человечество, по сути, поделилось на две касты – чистокровных и не особо чистокровных. Собственно, чистокровные – это элита, небожители, что владеют почти всеми ресурсами, владеют самыми крутыми технологиями и, в принципе, вот живут припеваючи в диктатуре. А вот мы – обычные людишки, что пытаются исполнить их прихоти. Это сюжетная завязка, но давайте посмотрим уже на игру. И посмотрим на компоненты вот этой большой и красивой коробочки. А здесь трехслойные тайлы для формирования игрового поля. Планшет припасов и планшет миссий. Планшеты рынков. Карты миссий. Карты рынков. Плашки лидеров и карты фракций. Двуслойные планшеты игроков. Дроны и их карты. Два вида ресурсов. Круглые, желтенькие и треугольные фиолетовые. Различные жетоны. Строительство, аванпостов с кубиками, способностей и прочих. А также миниатюры четырех фракций. По одному лидеру и отряду рабочих. В начале игры вы получаете свой планшет. Выбираете фракцию, получаете на выбор по две способности каждого цвета. Подвига. И рубашкой вверх располагаете по одной из них. Поле выстраивается по рекомендациям из книги правил. Или по вашим личным предпочтениям. На кружках становится наш круглый ресурс. А на треугольнике внезапно треугольный. Также вы выставляете вот такие круги аванпостов. Далее вы формируете четыре рынка. Три цветных, что зависит от контроля аванпостов. И один нейтральный. Особенность карт цветных рынков в том, что они ломают правила. Добавляя уникальные вариации базовых действий. Причем в цветные рынки случайным образом замешиваются карты дронов. Также вы выкладываете восемь миссий на игру. И остается только выставить своих рабочих в стартовую локацию. Вообще в Дее два уровня. Хоть планшеты и трехслойные. Есть условная земля и условные крыши. И третий фантомный уровень просто разделяет крышу на разные области. На земле же области ограничены вот такими темными линиями. Собственно, начинаете вы игру в локациях с палатками. Стараясь равномерно распределить своих стартовых рабочих и лидера. При игре на двоих палатка всего одна. Вы также выставляете участвующих в игре дронов. А участвуют их столько, сколько игроков. Каждый игрок получает свою стартовую руку. Свою стартовую колоду целиком. И можно приступать к игре. В свой ход вы играете две карты и выполняете тамошние простые действия. Символ с головой позволяет призвать вам одного своего рабочего из запаса в локацию с палаткой. Символ с ножкой позволяет переместить любое число рабочих из одной локации в другую. Символ механической хваталки позволяет собирать ресурсы. А вот этот символ позволяет что-то построить. У вас есть три варианта. Палатка позволяет вызывать подкрепление суда, а не в стартовую локацию. Лифт или крюк-кошка позволяет подниматься на крышу. И мост позволяет перебегать с крыши на крышу. У каждой из этих построек есть, видимо, ДНК-сканер. Потому что только вы можете ими пользоваться. Спасибо Яндексу за умный мост. Плюс у каждой фракции есть возможность активировать один конкретный дрон. Когда дрон активируется, он, игнорируя высоту, может пройтись дважды и сделать свое уникальное действие. Вот этот дрон собирает ресурсы. Вот этот убивает рабочих других игроков. Вот этот телепортирует рабочих. А вот этот призывает новых. У каждой фракции есть одна своя карта активации одного конкретного дрона. И у всех разные. Собственно, потому дронов столько, сколько игроков. Но на рынке вы можете купить усиленные карточки активации тех же дронов. Правда, перед тем, как я поведаю вам про покупку карт с рынка, нужно упомянуть еще про пару моментов. Во-первых, да и игра про мажорити. То есть про численное превосходство. Вы не можете переместиться в новую область, если там рабочих оппонента после вашего перемещения будет больше. Ну то есть одним рабочим к трем зайти нельзя. Но если ваших и так там парочка, то двумя другими можно смело заходить. То же самое и с действием сбора ресурсов. Нельзя собирать ресурсы там, где вас меньше другого игрока. Вот это злополучное мажорити нам необходимо, чтобы собирать ресурсы и захватывать аванпосты. Как только вас в области с вот такими круглыми штучками больше, вы забираете цветной кубик себе на планшет. Это аванпост. И забираете его или с поля, или с планшета другого игрока, если он до этого контролировал этот аванпост. Контроль аванпостов нужен для трех вещей. Рынок. Миссии. Способности. Напоминаю, что вы играете по паре карт. После начинается второй круг, когда вы играете еще по две карты. А затем и третий. Собственно, если на конец второго круга вы контролируете хотя бы два аванпоста конкретного цвета, вы до конца игры разблокируете себе способность, что выбрали на старте. И не лишитесь ее, даже когда лишитесь кубика. И вот теперь, наконец-то, идем на рынок. Чтобы туда пойти, вы должны разыграть одну карту рубашкой вверх. Вот так. В конце раунда вы ее отправите в утиль. Поэтому считайте, что вы заменяете одну карту другой. На рынке вы можете купить карты, если удовлетворяете вот этим требованиям. По количеству аванпостов у вас. Плюс вы должны заплатить вот эти ресурсы. Если купили карточку, другие сдвигаются и выходит новая. А у нейтрального рынка есть еще надбавка в цене и кэшбэк в цене. Как только вы сыграете третью пару карт, вы выбираете, какую миссию выполнить и за какую получить победные очки. Здесь все не очень стандартно. Смотрите, в игре четыре раунда. Вот трекер, что об этом напоминает. Для каждого раунда у вас есть пара миссий. Сверху и снизу. Они равносильные. Как вы видите, каждая миссия двухуровневая. Белая и синяя. Белый вариант сильнее. Синий слабее в два раза в среднем. И вот, когда вы выбираете миссию, вы можете выбрать любую в принципе. Но, если вы выбираете миссию текущего раунда или последующего, вы скорите белый вариант. Сильный. А если скорите миссию одного из предыдущих раундов, то посиний, послабенькой. Ну и, естественно, вы получаете победные очки только за одну карту в паре и единожды. И на этом, в принципе, все. Вы призываете новых рабочих, разбегаетесь по всей карте, контролируете аванпосты, чтобы выполнять свои подвиги, чтобы покупать новые карточки. Вы получаете ресурсы со всех возможных источников. Вы строите новые механизмы, да, палатки, мосты и крюки-кошки. Вы активируете дроны, чтобы в конце концов получить как можно больше победных очков. А получаете вы их за миссии, что выполняете в процессе игры, за ресурсы, оставшиеся у вас, также за выполненные подвиги и закупленные карты. И в конце вы узнаете, кто же из вас самый лучший добытчик ништяков для чистокровных. А самый лучший добытчик моего сердечка смотрит на плюсы и минусы. Минусы. Первый минус для меня — очень небольшое число битв. Я понимаю, что это скорее мои ожидания, это мои проблемы, но как будто бы сеттинг намекает о том, что здесь будет больше агрессивного взаимодействия. А его не так много. Причем за использование всевозможных убийств игра поощряет проигравшую сторону. Вы получаете специальную конфетку. И вы поворачиваете и узнаете, какой бонус вы получаете одноразовый. И там, возможно, будет призыв нового существа. То есть вам кого-то убили, и вы, по сути, тут же его призвали. Да, в палатку, да, не на то же место. Но все равно как будто бы не такой сильный эффект от убийства, какой хотелось бы. Второй же, не очень страшный минус для меня — это местная инфографика. Дело в том, что Дея языка независимая. Но по местной инфографике вы зачастую не поймете, что от вас хотят. Какие бонусы вам дают, и какие цели вы должны преследовать. Потому что многие цели, многие какие-то элементы обозначаются одним и тем же символом, но в разной вариации. Есть множество вариаций голов, есть множество вариаций кулачков. Например, есть кулачок, который отражает аванпосты, а есть кулачок, отражающий поход в рынок. И то, и то кулак, но разный, да, но все же как будто бы хотелось, чтобы эти символы были разные совершенно. Но здесь вот такие. И иногда это приводит к путанице. Плюс-а-минусы. Первый плюс-а-минус — это даунтайм и стремительные партии. И то, и то. Дело в том, что если вы играете на небольшой состав, на двоих, на троих игроков, то вы не чувствуете даунтайма, вы очень быстро ходите, и можно сыграть за час, а то и меньше. Но если вы играете четвером, пятером или шестером, то да, здесь, конечно же, уже даунтайма больше, вы ждете свой ход. Причем планировать что-то в чужой ход не получается, ибо ситуация за столом меняется кардинально. А второй — немаленькая цена, но за большое число компонентов. Вообще, внутри коробки много всего, и вы не сможете добавить туда часть допов. Плюс на предзаказе пираты картонных морей добавили прям хорошие скидки на комбо-лот. Плюс еще и бонусов вам отсыпят. Плюсы. Первый плюс — это прикольная система с дронами, потому что это асимметрия, это интересная такая надстройка над игрой, которая позволяет вам как-то по-другому смотреть на все игровое поле, в принципе. Плюс то, что вы можете покупать дроны других игроков, причем активировать их в усиленной версии, тоже забавно. И у нас бывали партии, когда мы какого-то одного конкретного дрона гоняли просто по всей карте, и он делал кучу всего полезного. Вот это клевая идея. Второй плюс — это система миссий. Она нестандартная, позволяет вам смотреть на систему миссий по другим углом, и то, что вы теперь не ограничены там двумя миссиями в раунд, а можете посмотреть на грядущие миссии и выполнить их, чтобы потом впоследствии выполнить, да, какую-то миссию послабее. Но, возможно, тот отрыв, что вы получите за какую-то последующую миссию, будет намного круче, чем вы бы постепенно выполняли их по максимальной шкале. Это забавный элемент, очень нестандартный, и он в английских правилах несколько коряво написан, на мой взгляд. И тут надо быть аккуратным. Но сама система с миссиями бомбезная. Приятно, что среди стартовых фракций есть немножко асимметрии. Одни лучше держат мажорити, вторые лучше добывают, третьи лучше лазят, а четвертые, в принципе, игнорируют это само правило мажорити. При этом ваша асимметрия только увеличивается и растет. Вы мало того, что покупаете новые карточки, так вы еще и прокачиваете свою фракцию, потому что выполняете подвиги и активируете свои способности. Клевая сама идея двухуровневости. На мой взгляд, излишнее в плане продакшена и эпатажа, что ли, трехуровневость. Но двухуровневость смотрится прикольно, потому что вы взаимодействуете на двух слоях, по сути. Причем второй слой можно хакать, да, выставляя мосты и игнорируя определенные области. Вы можете везде закидывать к руки кошки. Вы можете купить определенные ботинки, которые имеют, ну, по сути, пружинки или там реактивные двигатели, которые позволяют вам игнорировать высоту, и вы можете с земли запрыгивать сразу на крыше. И вот такие уровни взаимодействия с игрой тоже интересные. Отдельным плюсом стоит упомянуть, что игра вышла из-под пера автора плотины, а издает издатель «Войны черной розы». И предпоследний плюс на сегодня заключается в том, что Day будет на русском языке, за что большущее спасибо пиратам картонных морей. И последний плюс заключается в том, что на русском языке будут и дополнения. Они разительно меняют игру, добавляют кучу всего. И, короче, обо всем сейчас расскажу. В первом дополнении нас ждут следующие фракции. Первая фракция «Дикость» с лидером Никитой, с волками и медведем. У них есть свои фиты, и они всегда одинаковые. И не зависят от цвета аванпостов, а зависят только от числа этих самых аванпостов. Вместо дрона дикие используют медведя, Толстого. Он собирает по базе все ресурсы в локации. Вместо рабочих у этой фракции волки. Они не могут сами ездить на лифте или бегать по мостам, но могут принести косточку. Ресурсы – Никите. Одиночные волки могут дальше бегать, прыгать и залезать на стены. Волки призываются к Никите, к своей Альфе. Эта фракция ничего не строит и не использует дронов. Но они могут покупать карты дронов. Но вместо них покупают новую карточку Толстого. Другие игроки не могут управлять Толстым. Вторая фракция дополнения «Фавны» с лидером Лилит. Вместо дронов у них свой алтарь. Им плевать на миссии чистокровных. У них есть свои, которые требуют принести в жертву то, что принадлежит другим игрокам. Рабочих, лидеров, дронов и постройки. С концами, правда, уходят только рабочие и постройки. У фавнов свои карты улучшений и с рынка они ничего не покупают. У них есть свое строительство. Они строят пещеры. Там, где аванпосты держат. А затем уничтожают аванпосты, чтобы выложить кубик на свой специальный планшет. За это вы прокачиваете свою деку и получаете победные очки. А также прокачивается сам идол. Больше мажорити, больше сбора, плюс к скорости и до призыв. А вместо покупки фавны блокируют к покупке другие карты. Третья фракция «Псионики». Люди Икс, на которых охотятся чистокровные. У псиоников нет дронов и аналогов, и нет рабочих. Но есть пять лидеров, у которых есть пять карт и по три миссии у каждого. На чистокровных мы не работаем. Псионики используют специальные эхотокены, как ману по сути. Один лидер телепортируется и левитирует. Второй временно подчиняет себе рабочих других игроков. Третий выталкивает юниты в соседнюю локацию. Четвертый активирует любую карточку дрона. На рынке, планшете, плевать. А пятый накачивает других маной. Лидеры входят в игру по одному, в начале каждого раунда. Они также могут использовать чужие постройки и игнорировать мажорити. С этим дополнением можно играть с Автомой, в соло, против фавнов. Плюс в Дэй добавляется новый опциональный модуль — погодные карты. Например, во время метели вы можете передвинуть только одного своего юнита. А кислотный дождь, например, убивает тех, кто не в убежище. В палатке, скажем, или в аванпосте. Также здесь мы впервые знакомимся с наемниками. Чтобы их нанять, нам необходимо, чтобы наш лидер пришел к ним в локацию, и чтобы на наших разыгранных картах были нужные символы. Семь ножек или три дрона, скажем. Они дают уникальную способность крутую. И победные очки в конце. Также в этом дополнении появляется темно-зеленый рынок, что не требует аванпосты и позволяет обжиться транспортом, куда нужно будет запихнуть водителя. В следующем дополнении появляется новая фракция — чистокровные, с лидером Борисом. Во-первых, у них нету палаток, у них есть казармы, что располагаются в тех же местах, что и дроны. И поэтому они появляются на крышах домов. В начале партии Борис выбирает любой доступный оставшийся дрон. Чистокровные манипулируют ценностью миссий, повышая или понижая их в цене. У них есть свои подвиги, при этом они бесплатно используют карты с рынка. После сетапа подготовки вы можете повернуть тайлы, где есть бараки. В конце чистокровные получают победные очки только за карты дронов, с других карт не получают. Игнорируют мосты и лифты, то есть они могут использовать чужие. Могут отказываться применять свойства дронов, если они на них влияют. Также за ножку вы можете прогонять чужих рабочих, а не перемещать своих. Сами же они при этом не собирают ничего, но заставляют других. Вот в этом же дополнении также появляется новый режим, где в центре стола выставляется цитадель, которую вы и должны захватить и удержать. А чистокровные этому не очень рады. Плюс для каждой стартовой фракции добавляются новые лидеры, альтернативные. А вот в этом дополнении фракции чуть попроще и больше похожи на стартовые. Например, есть торговцы Камденс с лидером Апу. Во-первых, они могут чаще ходить в магазины, что удобно. У них есть свой дрон, что копируют после активации карты оппонентов, уже ранее разыгранные. А также у дрона есть свой магазин, и вы можете прийти к нему и что-нибудь интересное прикупить. А вторая фракция этого дополнения — радианты. Радиоактивные люди. У них есть дрон Черна, что выгоняет всех оппонентов в соседней локации. Герой, тамошний, обязан заменять круглые ресурсы на треугольные после перемещения. Да, он обязан. Радианты игнорируют мажорити в принципе, для ограничений. Но они больные и в конце раунда удаляют своих рабочих. Одного, двух, трех и четверых. Но перед смертью ставят свою палатку. В этом дополнении также появляется и новый желтый магазин, взамен любого другого. Желтые аванпосты, кстати, есть. Вы можете использовать местные карты или как обычно, или усиленно, если выполняете определенные требования. Плюс это дополнение позволяет вам играть пятером и шестером. Вот это дополнение также вводит в игру новые фракции. Во-первых, это анархи, нарушители. Потомки, идейные или физические, тех хакеров, что взломали терраформирующий космический корабль. Итак, лидер у них хакает аванпосты, получая за это победные очки. Дрон их делает два любых действия. Либо убивает, либо строит, либо добывает. И они выполняют не одну миссию, а сразу две в столбце. Но по худшему синему варианту. И последняя фракция на сегодня — культисты Хрона, которых ведет Бальтазар. Дрон у них — это гигантский кафедральный собор, который не перемещается, естественно. Лидер Бальтазар обращает чужих рабочих в свою веру. Убирает чужого рабочего и ставит своего. Культисты получают подарки из будущего. Карточки бонусов с требованиями, что необходимо выполнить. Плюс у них есть путешественники во времени. Вы вначале призываете, а потом убираете трех рабочих. Культисты, кстати, тоже могут выступать в роли Автомы. Также здесь присутствует и новый фиолетовый магазин, который также заменяет собой один из базовых, как желтый. По-моему, есть еще два мини-дополнения с новыми наемниками. Короче, в дополнениях очень много всего вкусного. Очень разнообразные нестандартные фракции в той или иной степени. Новые магазины, новые лидеры, новые режимы. Да, я забыл еще рассказать, что есть режим с компанией, что тоже очень здорово. И вот все это многообразие с погодой, да, вот совсем-совсем этим, оно поражает. Да, оно дорого стоит, да, за все это придется платить, но как будто бы у этого всего огромнейшая реиграбельность. Дэйи — это красивая и стильная евро с рядом уникальных механик, которые мне очень понравились. При этом она не очень сложная, но местами глубокая. Да, я бы побухтел опять, что я бы хотел больше агрессии, но что есть, то есть. При этом очень много вкусного, нестандартного, эффектного находится в дополнениях. Но они тоже стоят своих денег. И готовы ли вы с ними расстаться, решать уже вам. А на сегодня у меня все. Будем прощаться, надеюсь, вы не замерзли. Надеюсь, вы поставили лайк, подписались на канал, написали свой заснеженный комментарий, а также, возможно, вы перешли на бусти и поддержали Пашку круглыми и треугольными ресурсами, чтобы присоединиться к вот этим прекрасным, чистокровным подписчикам. Спасибо им огромное за поддержку и спасибо всем тем, кто досмотрел аж досюда. Все. Не скучайте, не болейте, играйте сами, играйте с нами. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok